Наши портачи с Кировской. Сегодня будем разбирать с вами технику. Есть вопросы, как учиться, как кататься, что делать. Сейчас я вам покажу основные маркеры лыжного хода. Пока разберем ход на каждый шаг. Он самый быстрый, самый классный. Как мы делаем? Вот эта нога у нас опорная, эта нога у нас маховая. Где-то наша стойка проката. В тот момент, когда маховая нога подходит к опорной, подходить она нужна чуть сзади, не здесь, за пяточку. И вот здесь, если она у вас подходит чуть сюда, вперед, то таз сразу уходит назад. А тут, когда таз стоит на середину стопы, падает, то маховая нога подходит чуть за пяточку опорной. В этот момент, когда нога маховая подошла к опорной, вы сразу делаете подсед. Подсед – это опускание колена вниз. В момент подседа вы можете посмотреть вниз. Если вы закрыли свой носочек коленкой, значит, вы сделали все правильно. Из этого положения мы подсели. Плечи закрывают колено, колено закрывает стопу. Подсели – поставили палку. Корпусом мы чуть-чуть навалились на палки, так что кисти рук у вас на уровне бесков улучшаются. Мы начинаем раскатывать. Такая маховая нога, на ней еще нет веса тела, она начинает раскатывать вот таким вот движением. Раскатили. С одновременем остался и выключение в сторону. Если вы в таком положении остались, руки у вас через согнутые локти остановились около бедра, вы начинаете вытаскивать руки наверх и поднимаетесь на бедре. То есть поднимаете таз, вот эту точку опоры. Встали. И опять цикл повторяется. Маховая нога подходит к опорной, подсед за ушел. Какие упражнения можно делать для того, чтобы я все закрепила? Делайте упражнение с палочкой. В тот момент, когда маховая нога подошла к опорной, вы кладете палочки на бедро. Дышите на ногу, палочками сработали до глаз. Теперь показываю динамику. Прокат. Мы делаем упражнение с двумя подталкиваниями на каждую ногу. Также идет он на каждый шаг. У кого не получается, если есть начинающие, кто смотрит это видео, мы с вами обязательно стараемся сработать таким образом, чтобы по два раза толкнуться палками на каждый шаг. То есть первый раз у вас будет, как вы дотрагиваетесь палками до снега, а второй раз уже полноценно толкается. Показываю динамику. Понять, как работают руки, а то же на входе на каждый шаг. Если вы бросаете, напрямляете здесь локти, вот таким образом, вам приходится с силой тащить руки наверх. Но если вы их останавливаете через согнутые локти, у вас руки наверх идут очень легко. Вот оно движение, вот такое. Плюс еще, когда вы так делаете, опускаете от плеча и поднимаете от плеча руки, то вы помогаете и тазу подняться над стопой. Основная шага тех, кто идет на каждый шаг, это опускание таза и непонимание того, что его надо вынести на бедро. Вот в такую вот стойку прийти. То есть я сейчас показываю, как с ошибками лимфить. Это ход со ошибками. А правильный ход, это когда таз вы поднимаете. Ход на каждый шаг, он довольно-таки быстрый, но очень энергозатратный. И нужно обладать силой, чтобы идти этим ходом. Если у человека мало сил, то ему нужно, да и вообще любому лыжнику, нужно комбинировать. Хода идти и на каждый шаг, и равнинный, и подъемный. Сейчас мы с вами разобрали ход на каждый шаг, теперь будем разбирать равнинный. Если равнинно хорошо лыжи едут, то идти лучше равнинным ходом. Это вам сэкономит сил, но и в принципе по скорости, если вы умеете этим ходом идти, и правильно все делаете, он не будет проигрывать ходом, оказывается, вы сэкономите силы. Это самое главное. Сейчас выбираем. Смотрите, тут главное понять, как регулировать инновационные силы, для того, чтобы самое главное заставить лыжи ехать. Вот мы ставим с вами опор на ноге, это маховая нога. Палки наверху, стойка проката. Что мы сейчас делаем? Здесь нужно вставать еще выше, чем на каждый шаг, над бедром. Палки на уровне глаз находятся на трете. Маховая нога подходит к опорной, также чуть-чуть сзади, за пяточку. В этот момент мы подседаем, ставим палки, осталось еще в тот момент, когда руки входит за бедро, мы встаем на маховую ногу. Плечики у нас остаются прижатыми вниз. То есть здесь плечами мы не дергаем. Плечи идут вместе со спиной наверх. И в этот же момент мы встаем на бедро. И нам еще нужно сделать мах вперед. Здесь толстки идут на одну ногу. Вот в таком положении происходит. То есть мы толкаемся на одну ногу вниз. Например, я иду сейчас под правую ногу. На левую ногу вниз. На правую ногу наверх ходит. На левую вниз. На правую ногу наверх ходит. Основные ошибки это когда стена практически у лыжника не двигается. Он не может использовать инерционные силы для того, чтобы разогнаться. Этот ход идет на махе. Но лыжу обязательно нужно ставить на разгон. То есть вот таким движением ноги. На разгон. Ставите на разгон. Догоняйте бедром и тазом. Чтобы у вас голень вперед так же не пошла. А всегда коленка чуть согнута, чтобы таз подавать вперед. И это очень устойчивое положение. То есть вот на такой выпряменной ноге это неустойчивое. Коленка должна быть чуть согнута. Таз поднят. И вот так. Вот в таком положении. Ходят еще основные ошибки. Кода равны. Либо когда уже поняли, как поднимать бедро, у них не двигается стена. Вот в таком. Наверное, это когда у вас работает спина и когда вы поднимаетесь над бедром. Нога чуть согнута. Бедро поднято. Это стойка проката. Палки на отлете. Поднимаете руки не предплечьем, а также от плеча. То есть должно работать плечо. Но еще есть отличие отхода на каждый шаг. То, что вы здесь руки не останавливаете около бедра, а полностью назад. Сзади кисть мы открываем для того, чтобы как-то расслабить мышцы, дать им отдохнуть. Открыли кисти. Переходи на ногу. И вот в таком положении мы скользим. Потом выходим на опорную ногу. Поднимаем и плечо, и таз поднимаем над бедром. Колено чуть согнуто. В таком устойчивом положении мы скользим. Это очень устойчивое положение. Вот такое. Теперь стена ходит вниз, наверх, вниз, наверх. Это помогает и укрыться от сопротивления воздуха, потому что мы здесь в низкой стольке скользим. И зарядить себя наверх инерционную силу, для того, чтобы прокатиться. Там в сравнении очень длинно закрываться. Очень часто бывает ветер, поэтому это довольно-таки важно. Здесь инерционно корпус очень хорошо работает. Ноги работают под бедра. Нужно правильно подбить. И главное, чтобы коленка чуть закрывала стопу. Чтобы у вас не было вот такого положения. Это положение сзади называется. Подъемный ход. Идете вперед с коленочкой. Колено закрывает стопу. Подбородок колена прямая линия. Если вы идете под правую ногу, правую руку чуть повыше, левую чуть по метру. Лукоточек желательно держать в параллельной плоскости, для того, чтобы вам не сваливаться вот так вот корпусом и не передавливать ниже. Идете, закрываете колено. Обязательно направываете на левую ногу и стоите. Колено подбородок прямая линия. Неважно, что на это нога мы не толкаемся руками. Теперь показываю ход динамики. На падении вперед. Главное коленом вниз. Коленом закрывать большой палец ботинка, для того, чтобы не ездить против хрущего кота. Главные ошибки подъемного хода закрывают вот так. Вот я открываю коленой стопу и тогда таз уходит назад, плюс не переношу, без тела. Прокупочек не реально, так забрать и собьешь. То есть вы корпусом должны обязательно наваливать, коленкой закрывать стопу. И в зависимости от того, какой у вас подъем, если пологий, корпусом пониже ложимся. Чем круче подъем, тем выше ставим корпусом и не ниже на ногах. И обязательно помните, что в замахе колено у вас не выпрямляется. То есть ноги здесь на подъемный ход всегда должны быть согнуты. В согнутом положении. Да, так тяжело, но потом на спуске на равнине вы отдохнете. Ногу стараемся ставить на разгон. Вы должны приходить не сразу на контакт, а сначала поставить лыжу на всю плоскость, потом уйти с нее на камп, и с конта уже пришлось отталкивание. У нас есть несколько режимов. Есть спокойный ход, это когда вы идете вот так. Есть ползущий ход, когда вы попеременно перебираете руками. А есть пятая передача, это когда вы прыгаете.